Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами в коттеджном поселке Морской, улица Земляничная, 35. Нас здесь уже ждут. Должна делать вам комплимент. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Вам доброго здоровья мы желаем. А скажите, вот она у вас улучшилась здесь, на нашем клеймете. Сегодня вечер, лето уже прошло, прохладно немножко. А в жару как переносили? Ну, как все. Ну, я могу сказать, что у вас шикарные цветы. Прямо, знаете, как будто... Вы знаете, это уже, как бы, кое-что уже подцвело. И, как бы, мы еще учимся здесь. Тренируетесь. Да, репетируем. А это, наверное, скорее всего, воплотилась в вас некая мечта. В принципе, мы учимся на югах. Все это на севере мы сумели развести. А теперь мы пытаемся развести что-то на юге. Ну, смотрите, ваш опыт прям удачный. Мы должны сказать о том, что, вы знаете, очень хорошие характеристики вашего палисадника. Все свежо, безупречно. Ни одного, ни одного... Мусора вообще не видно. А в доме точно так же, наверное, да? В доме это свято. Давайте вы нам покажете, с кем вы живете. Чем мы отличаемся после того, как вы переехали? Вот у нас часто говорят кубоноги. Чем отличаются местные жители? Я, в принципе, общаюсь в основном с нашим поселком. Здесь, как и приезжие, такие же, как мы, и Омск, и Новосибирск здесь проживают, и Владивосток, и Хабаровск. И мы общаемся очень хорошо, очень дружны здесь поселки. Но и здесь есть местные жители, которые тоже к нам относятся, в принципе, неплохо. Ничем мы друг от друга не отличаемся. Все мы люди. Все мы имеем две ноги, две руки и одну голову на плечах. Я считаю, что мы все одинаковые. И нас, пока проживая год здесь, нас не обидели местные жители. Я считаю, что... Ну, мне кажется, вы из тех людей, которых просто нельзя обидеть, потому что вы это не воспримите. Не примите к себе, потому что, ну, наверное, на самом деле это все зависит от отношения, которое мы выстраиваем вокруг себя. И что мы миру транслируем, то он нам и зеркалит. Поэтому, конечно, у вас очень светло, очень хорошо, нам очень у вас понравилось. Я надеюсь на то, что это будет, ну, знаете, какое-то продолжение хороших отношений наших. Спасибо. А зимы нашей не боитесь? Нет, совершенно не боимся. Ну, там, смотрите, где вы жили ранее, я так понимаю, был снег, а здесь у нас это редкий гость. Ну, мы прожили зиму у вас, а снега... Как вам зимой было? Нам комфортно. Нам комфортно. Мы снег увидали, обрадовали. Все говорят, что снега нет. Нет, есть. И мы рады были. Ненадолго. Ну, в любом случае, в этом году зима порадовала, я снежком, два раза снежок приходил, и морозцы были, и весна наступила позже, чем всегда у вас. И, как бы, мы... Верно, я вас понимаю, вы зимовали в этом доме. Да, в этом. Как было тепло? Нам тепло было. Не мерзли? Ну, мы старались, а не мерзли. Вот, смотрите, вы пенсионеры, я так понимаю, что, получается, мешка денег вы сюда не привезли. Нет. Насколько дорогостоящим, дорогостоящим был для вас вот именно отопительный сезон? Ну, я вам скажу, что отопительный сезон для нас, конечно, был непрост, так как газ в наш дом еще не подведен, улица не построена и газ не подведен. И, как бы, материально, конечно, это было ощутимо для нас. Электричество, он топить дорого, да? Тем более зима, вы сами жили и знаете, что зима в прошедшем году, она была, как бы, прохладная. Немножечко, как по вашим меркам, суровая. Посмотрим, какая будет осень, но в любом случае это вас не расстраивает. Нет. Скажите, ваш любимый пляж? Мы еще так мало знаем местность, и мы ездим вот сюда на Витязевский пляж, Тартуга, вот туда вот. Вот ездим туда, вот автобус ходит. Вам нравится? Ну, мы купаемся там, и внука туда возили. Ну, ездили в Благовещенку, вот ездили. Но хотим вот сейчас закончиться сезон, поменьше будет пробок на дорогах, мы, конечно, поездим. Просто то-то прошлое лето, когда мы приехали, мы занимались строительством, мы обустраивались, у нас не было времени. А сейчас мы осенью решили попутешествовать, посмотреть. Рекомендую вас обязательно посетить Тимрусский район, там прекрасные лотосы, если вы посмотрите фильм, который мы снимали. Скажите, что бы вы хотели пожелать компании «Строй Гарантанатум» людям, которые сделали для вас это чудо? Я хочу сказать лично Павлу Анатольевичу, только добрые слова ему и пожелания ему. Даже когда возникли трудности, ну, всякие бывают трудности, он нам сказал так, посмотрел на наш возраст и сказал, что вы не беспокойтесь. Даже если какие-то трудности неразрешимые, я вас не оставлю просто так. И не беспокойтесь, глядя на наш возраст, он как бы, это чисто человеческое отношение к нам, и у меня это как бы, ну, окончательно как-то мы раз и остепенились. Я еще как-то, а муж мне спокойно, все будет хорошо. И вот так вот получилось, что мы… Я, конечно, желаю им процветания, чтобы наш поселок достроился, чтобы был красивый, чтобы все наши тревоги улеглись вместе с застройщиком. И все, чтобы было очень-очень хорошо. Как и обещали, будут детские площадки, будут асфальтированные и благоустроенные территории. Соответственно, от себя лично, наверное, и вас поддержу. Мы пожелаем компании «Строй Гарант Анапа» побольше таких клиентов, как вы, да, таких же доброжелательных, радушных. И, конечно, приятно будет ходить в такие гости. И я надеюсь на то, что Бог даст Бог, мы еще обязательно с вами не раз увидимся. Спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо.